Здравствуйте! Я продолжаю рассказ о предстоящем фестивале «Золотые скрипки Одессы». Этот фестиваль состоится в октябре месяце, первых числа октября, со 2 по 7 октября в Одессе в разных концертных залах, а заключительный концерт, концерт-шоу «Скрепичное» состоится 7 октября в Одесском оперном театре. На первом фестивале должен был участвовать молодой скрипач Стас Пронин. Он даже был в афишах, его имя было в афишах, но, к сожалению, он не приехал. Я приехал по причине совершенно объективной, связанной с тем, что Стас работал, играл, трудно сказать, работал скрипач, играл в оркестре города Орхус, датского оркестра, достаточно известного. Он был концерт-мейстером этого оркестра, первой скрипкой, и, совершенно честно, его не отпустил директор этого оркестра, сказав мне о том, что предстоят очень ответственные концерты, и как же без первой скрипки. Вот так наша встреча не состоялась. В этом году в фестивале Стас Пронин будет участвовать. На несколько дней он приехал в Одессу, и я пригласил его в студию для того, чтобы познакомить вас с ним, а я его с Одессой. Итак, Стас Пронин. Здравствуйте. 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 Лучше всего скрипача представляет скрипка, то есть звуки, произведения, которые он играет. Поэтому мы начнем с фрагмента скрипичной пьесы, достаточно известной, такого классического репертуара, а даже Баха. Буквально несколько секунд фрагмент играет Стас Пронин. А далее мы продолжим нашу встречу, наш разговор. КОНЕЦ 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 Итак, Стас Пронин. Санислав Пронин. Его одесские корни связаны с дедушкой и отцом. Дедушка Генемин Олыч Пронин был доцентом Одесской государственной консерватории, преподавал скрипку, был замечательным педагогом. Первая скрипка из знаменитого квартета, в которой участвовал, если кто помнит, первая скрипка Венимин Хойн, вторая Артур Зисерман, замечательный скрипач, профессор в будущем буквально Теледевской консерватории. Затем Вилончель Абрам Губеник и Альт Михаил Гримберг. Вот вспоминаю их, говорю о том, что это был, пожалуй, такой единственный, очень профессиональный квартет города Одессы. Вот Венимин Олыч Пронин был преподавателем Одесской консерватории. Мои друзья многие учились у него. А его сын, Валерий Пронин, закончил Одесскую консерваторию по классу Альта, зачем продолжил свою музыкальную карьеру в Москве, где и родился Стас Пронин. Ну, а затем? А затем обучение скрипке. У кого? Ну, первый педагог был мой дедушка, хотя вообще вначале меня услышал знаменитый профессор Захар Брон. Он приехал со своим классом в Москву. И так как там тоже, естественно, были одесские корни, он в итоге стал один из моих основных педагогов. Он послушал меня, играл две недели на скрипке. И он сказал, слушайте, зачем мне, что я буду сейчас слушать, что две недели играл мальчик на скрипке. Меня это мало волнует. Но все-таки договорились, я пришел к нему в гостиницу, я ему поиграл, в принципе, как самоучка. Он приехал с очень сильным тогда классом, у меня уже было как бы поздно начинать, мне было уже почти девять лет. Это было перед нашим отъездом в Израиль. И, собственно, он сказал, что если я брошу скрипку, это будет самая большая ошибка в моей жизни и в жизни моих родителей. И потом он предложил заниматься с ним, но, к сожалению, или к счастью, не знаю что, просто так получилось. И мы уехали в Израиль, и я начал заниматься у дедушки. Вениамин Уча Пронин. Вениамин Уча Пронин дружил, был, во-первых, учеником столярского. Во-вторых, он дружил с Давидом Федоровичем Ойстрахом. И вообще многие ведущие мировые музыканты с мировыми именами знали Вениамин Уча, который вел себя достаточно скромно. Всю жизнь был очень интеллигентным и, я бы сказал, интеллектуальным скрипачом и педагогом. После этого, после обучения у дедушки, ну у дедушки трудно учиться. Дедушка, как правило, все-таки у родственников тяжело учиться. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, он никогда во время уроков не относился ко мне как к внуку. Он очень профессионально все это делал и очень дисциплинированно все так проходило. Поэтому я иногда даже забывал, что это мой дедушка во время уроков. Но в итоге я поехал в Америку, там вначале на фестиваль, потом еще раз познакомился с профессором Нелли Школьниковой, которая в бывшем была одна из протяжей Юрия Инкелевича. Нелли Школьникова, для справки, была замечательной скрипачкой. Действительно замечательной скрипачкой, которая эмигрировала, по-моему, в 80-е годы где-то, да, из Советского Союза. Она работала в Московской консерватории, насколько я помню, ну и концертировала. Ну, не в Москву, она просто сбежала в 82-м году. А, в 82-м году сбежала. Да, сбежала, да, вначале в Германию, потом в Австралию, потом в итоге оказалась в Америке за счет помощи Айзека Стерна. Он ее пригласил, в принципе, в Америку. Да, и после этого я приехал заниматься с ней в Соединенные Штаты. После этого занимался еще с одним знаменитым педагогом, самим лауреатом конкурса Елизаветы. Первую премию он когда-то занял, такой педагог Джейми Лоредо, который преподавал в Кертисе, в Филадельфии, 30 лет. А в итоге я приехал в Керн, с чего все началось. Вот так, знаете, скрипичные пути, они, в общем-то, почти одинаковые. Они проторены. Вот как-то связано так получилось в природе, в истории, в жизни скрипки и скрипичного искусства. Говорят, Одесса, Одесская скрипичная школа, ну, Одесская скрипичная школа как де-факто есть, а де-юре ее практически нет. Но Одесса дала истоки для развития скрипичного искусства всего мира, это правда. Когда Стас называет фамилии скрипачей, практически каждый из них имеет какое-то отношение к Одессе. Если не родился, то учился у кого-то из одесситов. Если не учился, то временно находился в творческих каких-то контактах с педагогами или со скрипачами, выходцами из Одессы. В том числе Голомян, да, вот вспомню всех, кто учил блестяще, учил на скрипке, играть на скрипке. Ты участвовал в концертах, ты играл на конкурсах и участвовал как солист в концертах, да? Скажи, пожалуйста, это были концерты в Штатах, это были концерты в Европе, где ты мог себя проявить как солист? Ну, я бы не говорил в прошлом, потому что сейчас я, естественно, тоже играю, вот сейчас у меня предстоят концерты и как камерную музыку, играю как солист. Например, в таких залах, как Дрезден, Semper Opera в Дрездене, то есть один из самых больших залов сейчас будет. Еще, конечно, я играл, ну и начиная с Карнеги Холл и заканчивая там какими-то более маленькими залами, допустим, и в Америке, и в Скандинавии, в Европе. Ну, началось все с Израиля. Первый свой публичный концерт мне было 10 лет. Я его сыграл там, и вообще в самом начале вышел с дедушкой играть вместе Навару с Сарасатой. Сарасатой. Да. И двойной концерт, и двойной концерт Вивальди, насколько я помню. А сам сыграл, меня попросили, я на бис еще сыграл, уже дедушку меня представлял, сыграл 13-й Каприз Паганини. Это самое первое вообще выступление было, которое такое публичное. И как бы, наверное, с этого все началось. С тех пор я двойной концерт Вивальди не играл. Понятно. Пьет-соло – это твой любимый композитор? Нет, у меня нету любимого композитора, у меня их слишком много. Мне кажется, что все музыканты в каком-то смысле язычники, потому что у нас нету одного какого-то там бога. Ну, и пьет-соло – это немножко даже другой для меня жанр, в принципе. Но мне очень нравится, как он сочетает такую, даже иногда, ну, такое, может, не очень хорошее слово, но почти что вульгарность. Танго в каком-то смысле, да. И чувственность такую, я бы сказал. Чувственность, но даже такую уже сильно такую вот… Ну, что там скрывать, не будет сексуально. Ну, конечно, да, конечно. Но сочетает это с какой-то такой, иногда даже просто классической формой. И поэтому, наверное, очень многие такие музыканты, кто с ним работали, такие, как Ставер Ростропович и… Ну, Ростропович вообще первым открыл пьет-соло для Восточной Европы, да? Да, и Гидон Крамер, который очень посвящен, так, его творчеству, творчеству пьет-соло, я имею в виду. Они, наверное, заинтересованы, потому что они серьезные классические музыканты, но им, ну, наверное, сексуальность никому не мешает вообще. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Ты учился в Штатах, учился в Канаде, да? Играет музыка 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 То есть, ну, и, естественно, много, но это так вкратце он дал. Нет, ну, каждый добавлял что-то своё. Да, конечно. Более того, прямо скажем, что один педагог добавлял, другой ломал то, что добавлял. Так я понимаю, Школьникова немножко сломала, да, ситуацию. Ну, была, ситуация была явно переломлена, но при этом, при всём появилось новое дыхание. Я вам просто расскажу очень короткий пример того, что я когда пришёл к Школьникову, первый урок. Да. Я играл уже, что я там только не играл, значит, у меня была, она говорит, какую программу ты мне привёз? Я говорю, вот, пляска ведьм Паганини, там, концерт Моцарта, по-моему, ещё какой-то концерт Виетана, что-то там ещё какие-то виртуозные пьесы, и Баха, значит, Граве, Фугу, Лео Минор. Она говорит, ну, сыграю вот Баха, начинается с аккорда, да, с Лео Минор. Я ей сыграл первый аккорд Баха, она подходит, закрывает ноты и говорит так, ну, а теперь мы начинаем заниматься. То есть, естественно, она меня взяла, потому что она меня слышала в самом начале вообще на фестивале в Испании, вот я так и первый раз с ней, в принципе, познакомился. Там играл в Дьявольские трели, то есть трудные произведения. Естественно, она ценила очень сильно, что дедушка мне дал. Да, но она просто хотела, как и любой педагог, со своей позицией, чтобы был какой-то прогресс. Понятно. Ну что ж, сейчас фрагмент в исполнении Стаса Пронина пьесы Шнитке, знаменитая пьеса, которая называется «А Паганини», а потом мы вернёмся в студию. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, для скрипача достаточно редкое явление, прямо скажем, чтобы исполнитель скрипач был ещё и композитором. Потому что композиторы не просто сочиняют мелодии, это нужно писать оркестровки, это нужно знать оркестр, это нужно знать возможности каждого инструмента, ну и так далее, и тому подобное. Это необходимость или попытка как-то оказаться в некой другой ситуации, в ситуации автора? Ну, вы знаете, то, что вы сказали, что это необычная ситуация, к сожалению, сейчас она действительно сегодня необычная. Но раньше, я могу просто напомнить, были такие, начиная с Паганита, и в 20 веке, и за И, уже там, ну, начало 20 века, и за И, Крейслер и так далее. Ну, и фортепиано, например, Рахманинов, да, человек, который был и гастролёром, и композитором. Но просто, мне кажется, что потом произошло какое-то вот разъединение, то есть, исполнители стали исполнителями просто, а композиторы просто композиторами. То есть, какое-то такое произошло, но мне кажется, что это очень помогает как-то что-то узнать о себе нового. И поэтому ты начал писать разного жанра произведения, в том числе и вокальные произведения, в том числе и какие-то необычные составы, например, соната для двух скрипок. Я хочу, чтобы зрители послушали фрагменты соната, это современная музыка, которая вызвала достаточно большой интерес при своей премьере. Где-то она была записана, в Парижской филармонии. В Парижской филармонии. Вот фрагмент этого концерта, это уже концерт или репетиция? Это запись. Запись. Фрагмент этого произведения я хочу, чтобы вы послушали. Мне очень интересна эта музыка. Станислав был воспитан на музыке великих русских композиторов, таких как Прокофьев и Шостакович. Когда я познакомилась со Станиславом и услышала его музыку, я поняла, что корни этих великих композиторов, их традиции продолжаются в его музыке. Одна из причин, по которой я стал сочинять музыку, несмотря на то, что я очень люблю и уважаю произведения классического репертуара, я просто почувствовал, что композиция помогает мне развивать мою креативность и при этом расширять стандартный привычный скрипичный репертуар. Для меня, как для концертирующего скрипача, это очень важно, потому что само понятие одновременно композитора и исполнителя практически исчезло, начиная со второй половины 20 века. Началось разъединение музыкантов на две стороны. На первой — исполнители, которые играют стандартный репертуар, а на другой — композиторы, пишущие музыку, но при этом не участвующие в процессе исполнения. Когда я играю стандартные произведения, у меня ощущение, что я выражаю эмоции других композиторов, а играя свои произведения, я выражаю уже свои эмоции. Это мои эмоции. И когда я играю их на сцене, я получаю огромное удовольствие от очень близкого эмоционального контакта со зрителем. Вернемся в одежду. Сейчас мы вернулись в Одессу, и, конечно же, планы концертного скрипача Стаса Пронина. Какие концерты, где и какие программы ждут тебя в ближайшее время? Кронный золотых скрипок, который состоится в октябре, все уже это знают. Ну, вот ближайшие, через неделю, да, я уезжаю на турне на месяц с маэстро Даниэлем Баренбоймом и пианисткой Мартой Аргерих и его оркестром West East Divine Orchestra, который совмещает в себе евреев и мусульман. Это называется Peace Orchestra, то есть оркестр, который намерен пропагандировать мир. Мир в мире, да, понятно, понятно. Да, и вот это будет, значит, турне по Аргентине, потом Чили, Берлин, Лусерн, Зальцбург. Потом я приезжаю, мне нужно закончить съемки очередного музыкального клипа, своей транскрипции рок-музыки, да, которые... Вот теперь остановимся, остановимся. Что значит рок-музыка? Это скрипичная рок-музыка? Ну, я думаю, что рок-музыка бывает просто как она есть, то есть я не думаю, что есть такой гитарный или скрипичный, но, естественно, я играю на скрипке, потому что я на других инструментах, в принципе, не умею играть. Я играю на электроскрипке и на акустической, я делаю свои транскрипции, и у меня есть оригинальное тоже произведение, потому что мне очень нравится рок-музыка, особенно 60-х, 70-х, ну и 80-х, там, тоже дальше, да. Понятно. И что значит электроскрипка? Вот как она выглядит? Ну, моя сейчас, на которой я играю, есть такой мастер скрипичный, который специализируется в электроскрипках в Нью-Йорке, Марк Вуд. И она выглядит, модель называется Viper, и выглядит она как электрогитара, которую я держу вот здесь. Не на плече, а на... Там есть такая, там такой пояс, как на гитаре, вот когда, да, вот, чтобы... Да, ремень, и он пристегивается, и просто можно даже не держать ее, она вот здесь спокойно себе там стоит, держит, а не знаю, какая-то... Но она шестиструнная, то есть там есть, совмещаются регистры и нижние, и верхние, то есть там можно играть как на скрипке, можно играть, в принципе, регистром виолончели, например, да. Понятно. И гитары тоже? Ну, гитары тоже, но я иногда ставлю гитарные струны, это тоже интересный такой звук. Да, но я не хочу, чтобы это было приближено просто с гитарный звук на скрипке, это мне неинтересно, я хочу, чтобы это что-то было вроде гибрида какого-то. А почему тебя вдруг потянуло, прости меня за это слово, на вокальный цикл, на стихи Светаевой? Ну, потому что я всегда очень любил Светаеву, еще с детства, любил очень ее творчество, и много раз читал целиком все ее сочинения, и как-то мне это было близко по-человечески, и вот эта эксцентричная такая экзальтированная личность, потому что для меня композиция вообще, в принципе, это так же, как и игра, определенный катарсис. Наверное, я себя как-то так эмоционально находился в таком состоянии, что это мне подошло, я просто решил написать замечательное сопрано, меня как-то на эту мысль навела, которая, собственно, и записала это произведение в Нью-Йорке, Любовь Петрова, которая абсолютно замечательная, замечательный музыкант, замечательная певица, замечательный человек, и мы с ней давно очень дружим, она поет везде от Метрополитен, опера до Глиндебольда, всех, не знаю, всех самых больших оперных компаний, и она просто была рада, что я для нее что-то написал, и для меня это очень ценно, поэтому я тем более хотел воспользоваться такой возможностью. Ну, понятно, понятно. Ну что ж, должен сказать, что во время фестиваля «Золотые скрипки» будет звучать программа, которая называется «Финале» 7 числа «Призрак скрипки в опере». Я ее, честно говоря, придумал, я не скромничаю и не лукавлю, я придумал ее, основываясь на существующих фантазиях для скрипки и оркестра, симфонического и камерного оркестра, которые писали все практически, вот мы уже говорили, скрипачи, начиная с конца 18-го и заканчивая 20-м веком. Это Паганини, Эрнст, Сарасаты, Винявский, даже наш соотечественник и земляк Михаил Фиктенгольц написал совершенно неизвестную никому, но очень яркую фантазию на темы музыкальной комедии «Опереты» «Летучая мышь» Сараса. Я попросил Стаса сделать оркестровку этого произведения, что он и делает к фестивалю, но Стаса я попросил сделать еще две фантазии. Две фантазии для того, чтобы исполнить на этом фестивале. Первая – это фантазия на тему «Ноттердам де пари», да? Мюзиклап. И вторая? Вторая – пьеса, которую я назвал «Верди плюс», потому что там будет… Ну, как шнитке А Паганини, то есть А Верди, хотя он Джузеппе, да. Да, но там, как бы, там будет, естественно, будут проходить темы из «Регалету» и «Травиаты», то есть это действительно будет на темы как бы «Верди» в основном, но будет еще, будет много сюрпризов, то есть это бонус специально для фестиваля. Понятно. То есть две фантазии, одна – это «Ноттердам де пари», то есть мелодии «Ноттердам де пари», а вторая – это фантазия на темы из опер «Верди». Таких фантазий до сих пор не существовало, я имею в виду скрипичных, поэтому это будет, ну, громко называется «Мировая премьера», да, но это будет действительно премьера, и я надеюсь, она будет удачной и очень интересной для наших слушателей и во время фестиваля, и затем можно будет это все услышать в записи и видеозаписи, конечно. Закончить нашу передачу я хочу, во-первых, тем, что вы услышите игру Стаса Пронина во время фестиваля, и затем я знаю, что вы приглашены, я уже выговорю, хотя могу поговорить ты, ты приглашен в качестве солиста выступить с Одесским камерным оркестром филармоническим и, насколько я знаю, с филармоническим, с Одесским национальным симфоническим оркестром Хобарта Эрла, да? Это уже позже. Это в декабре должно быть. Да, в декабре. Какая там программа, не знаешь еще. Сказали, Шнитке четвертый концерт. Шнитке – это любимый композитор Шнитке, поэтому Шнитке четвертый концерт, но редко исполняется. Да, очень-очень редко. Да, замечательное произведение. Да, очень редко исполняется. А закончить нашу передачу мы хотим неожиданно, вернее, я хочу неожиданно. Дело в том, что нет записи, только, наверное, может быть, будет эта запись, во время гастролей оркестра замечательного дирижера Даниэля Боринбойма. Это номер один в мировой музыке, сегодня один из лучших дирижеров мира, в котором будет выступать Стас в ближайшее время в Латинской Америке и Германии, так я понял, да? Германия, Швейцария. Да, 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 но это не имеет значения, по большому счету. Но я хочу, чтобы мы показали фрагмент изумительного исполнения под его управлением концерта Ференса Листа для фортепиано, который играет Марта Аргерих, та пианистка, с которой Стас будет в ближайшее время гастролировать по этим указанным странам. Это изумительная аргентинская пианистка, уже в возрасте, которая, вы услышите, каким изумительным звуком рояля она пользуется, как она извлекает эти звуки, как загадка просто. Поэтому мы закончим фортепианным концертом Листа, фрагментом, конечно, а не скрипкой. До встречи со Стасом Бронином на фестивале. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок